Сколько должны стоить мужские часы? В наше время гаджетов сама по себе необходимость носить часы отпала. Многие из нас смотрят время на телефоне. Несмотря на это, наручные часы это современный мужской аксессуар, при помощи которого можно гармонично дополнить образ и подчеркнуть статусность мужчины. Конечно, можно всегда сказать, что какая разница? Главное, что вам нравится и вообще все это по брякушке. Однако, для многих мужчин аксессуары важны. Они подчеркивают статус, а где-то даже дорогие часы могут все сказать за вас. Сколько же должны стоить часы? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть два основных фактора. Кстати, напишите в комментариях ваше мнение, сколько они должны стоить. Итак, первый фактор. Для чего используются конкретные часы? И второе, это финансовая возможность мужчины. Эксперты по мужскому стилю утверждают, что у мужчины должно быть как минимум три пары часов. Спортивные, повседневные и деловые. Мы с вами понимаем, что это условно и сильно зависит от внегласных норм и этикета в кругу вашего общения. В большинстве случаев у мужчин одни единственные часы на все случаи жизни. И достались они от деда. Но если говорить о развитии в себе вкуса, стиля, а также если вы планируете общаться в деловых кругах, то несколько пар часов будут не лишними. Так как часы – это аксессуар, который дополняет образ мужчины. И, кстати, часы от деда здесь тоже пригодятся. Например, спортивные или повседневные часы могут быть простыми и недорогими. Главные критерии – это качественная марка и оригинальная модель. То есть не подделка или подпольный китайский производитель. Например, качественные спортивные часы – это Swatch, G-Shock, Casio. Очень много достойных часов среди японских марок. Из повседневных часов можно выделить любые брендовые или фэшн-часы. Например, Diesel, Kelvin Klein, Armani и многие другие. Однозначно, если ваш доход позволяет и вы хотите подчеркнуть статусность, то вы можете ориентироваться на повседневные часы таких марок, как Omega, Longines, Friedrich Constant и другие. Кстати, такие же марки подойдут и для делового стиля. Опять же, смотря какое у вас окружение. Ну а если говорить о деловой жизни, при возможности лучше ориентироваться на швейцарские бренды, более дорогие. Нам приходится участвовать в мероприятиях, встречах, вести переговоры. И здесь часы будут не только дополнять ваш деловой образ, но могут также заявить о вашем статусе, быть вашей визитной карточкой. В каждом обществе понятие хороших и качественных часов будет разное. Где-то о часах за 20 тысяч рублей тебе скажут «Эй, ты буржуй, ты что выкинул деньги на ветер и часы не должны столько стоить». А где-то скажут, что «Парень, 100 тысяч это дешево, вот смотри, у меня за миллион». Так на что нам в таком случае опираться, если все настолько индивидуально? Во-первых, на свой реальный доход. Выше головы не прыгнешь, надо быть, а не казаться. То есть не надо покупать часы в кредит или рассрочку. Пусть придется немножечко подкопить, но ваши часы будут соответствовать вашему реальному статусу. Второе, можно ориентироваться на свой вкус. Главное, чтобы часы вам действительно нравились, и вы с радостью их носили. Ну и чтобы их, конечно, было уместно надеть на деловую встречу. Мы же сейчас говорим о деловом стиле. Может ли стоимость часов зависеть от вашего дохода? Поисследовав различные мнения стилистов, различные форумы почитав, чаще всего я сталкивался с версией, что есть такое внегласное правило этикета, что часы должны стоить два месячных оклада мужчины. Где-то говорилось про один оклад. Но это опять же все условно. Бесспорно, когда у мужчины дорогие швейцарские часы, он уже внегласно считается успешным и состоятельным человеком. Если говорить о деловых кругах, то непременно часы это как визитная карточка, а где-то на это действительно не обращают внимания. На что вы будете ориентироваться, зависит исключительно от ваших обстоятельств и внутренних амбиций. Главное, не забывайте, что свой успешный образ строим мы сами и наша личность, а не аксессуары на нас. Обувь, часы и так далее лишь подчеркивают наш образ. Кто-то прекрасно себя чувствует даже без часов и в деловых кругах. Но если аксессуары это отражение нас, то давайте будем собой. Напишите в комментариях, как вы считаете, сколько должны стоить мужские часы и можно ли их стоимость вообще привязывать к доходу. Давайте обменяемся мнениями и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok